МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельные новости СМОЛЕНСК АЭС. В студии Олег Соловьёв. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Традиционная программа обменена опытом. Производственный семинар по изучению положительных практик в области комплексного учёта и анализа всех видов событий на АЭС. Здесь интересно всё, начиная от процесса транспортировки. Блогеры убедились в безопасности атомной станции. Спасибо организаторам большое. Нам приятно. И ребёнку тоже. Это стимул. Отраслевая программа «Школьный Крузатома». Собери портфель пятёрок. Вышли все с удовольствием. Всем нравится это делать. Тем более, что все отдыхают в этом парке. Работы в рамках благоустройства города. День медицинского работника. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 30 энергоблоков. В ремонте 6 энергоблоков. Суммарная мощность 23818 мегаватт. Суммарная выработка 91 266,4 миллиона киловатт-часов. Что составляет 102,4 процента к заданию фаз. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 2-й и 3-й энергоблоки. Нагрузка суммарная 1994 мегаватт. Первый блок. 66-е сутки ремонта. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 10 дней июня составила 434 миллиона киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 7,8 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС Как подчеркнул заместитель директора департамента контроля безопасности и производства Росэнергоатома Юрий Дробышев, руководство концерна уделяет особое внимание распространению положительных практик в области использования опыта эксплуатации атомных станций. Традиционная программа обмена опыта положительными практиками в этом году была выбрана Смоленская станция. Благодаря заслугам, оцененных их же коллегами, части проведения АЭС-событий, мы рады, что в прошлое время собраться для того, чтобы усудить не только положительные практики, но и те перспективы, которые стоят перед нами. Участники семинара изучили опыт Смоленской, Белоярской, Кольской, Курской, Ленинградской и Нововоронежской атомной электростанций. В числе положительных практик нашей атомной станции коллеги отметили опыт работы с событиями низкого уровня. Особый интерес вызвала программа по самоинициализации анализа событий с целью выявления причин и разработки корректирующих мероприятий, которые позволят в будущем предотвратить повторение события. Эта практика действует с 2014 года и показала свою результативность. Фотоблогеры города Смоленск Ионов Никита и Денис Максимов посетили Смоленскую АЭС. Они побывали в цехе по хранению и обращению с отработавшим ядерным топливом, где смогли убедиться в высоком уровне безопасности атомной станции. Авторов интернет-журналов интересовало, как обеспечивается ядерная и радиационная безопасность энергетического объекта, уровень квалификации персонала, отвечающего за важные технологические процессы, вопросы обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами, аспекты экологической и природоохранной деятельности, перспективы развития предприятия. Здесь интересно все, начиная от процесса транспортировки, который, как и все остальные мероприятия и технологические процедуры в атомной отрасли, происходит на каком-то совершенно космическом уровне культуры производства. Вот я в который раз нахожусь на атомной станции, и вот не было для этого возможности с кем-то поделиться. То есть той основной мыслью, которая приходит, когда оказываешься здесь, это высочайший уровень культуры производства. Мне в силу профессии на производствах разного рода приходится бывать регулярно, и мне есть с чем сравнивать. И это очень круто, то, что здесь происходит. Мне очень понравилась и впечатлила безопасность, культура производства, то, как люди относятся к своей работе. Это некоторая, можно сказать, в хорошей степени параноидальность. То есть люди продумывают самые-самые невозможные случаи и готовятся к ним. И я очень рад, что на Смоленской атомной электростанции безопасность на первом месте. Смоленская с открытой общественности регулярно проводятся экскурсии на действующие многоблоки для школьников, студентов, представителей средств массовой информации, медицинского сообщества, работников предприятий региона. Основная цель – познакомить общественность с высокотехнологичным производством, на котором безопасности и экологии уделяется первостепенное значение. В Десногорске наградили победителей социального проекта «Росатома» «Собери портфель пятерок». Ими стали 28 школьников, детей работников Смоленской АЭС. Лучшие ученики и их родители награждены благодарственными письмами руководства атомной станции и памятными подарками. Проект «Собери портфель пятерок» стал эффективным инструментом профориентации деятельности в Десногорске, который ведет управление информацией Смоленской АЭС совместно с ветеранами предприятия. Задача тростлевой программы – повышение мотивации детей к достижению высоких результатов в учебе и их уважения к работе родителей, вовлечение талантливой молодежи в атомную энергетику. В этом году на конкурс отличников было подано 37 заявок от учащихся 7-11 классов. По ставленной цели успешно окончить учебный год на 5 по профильным предметам, алгебра, геометрия, физика и химия, а по остальным, не ниже четверки, достигли 28 школьников. По мнению участника проекта, признание достижения в учебе и призы от атомной станции их не только радует, но и являются стимулом продолжать работать, чтобы удержать достигнутый результат. В прошлом году участвовали мои друзья-одноклассники и в этом году мне уже рассказали об этом родители, предложили поучаствовать, но я, естественно, согласился. Я всю учебу в школе стараюсь достигать наиболее высоких для меня высот, именно поэтому я считаю, что это было не столь трудно. Такие конкурсы обязательно нужны, потому что дети, которые учатся на отлично, не должны оставаться незамеченными. Спасибо организаторам большое, нам приятно. И ребенку тоже. Это стимул. В сквере возле православного храма Стефана Великопермского продолжаются преобразования. 7 июня работники компании Смоленская Сервис провели очередной субботник по его благоустройству, подготовили газонный подпостив Таравы за кафе-сервис. Напомним, благоустройство сквера началось летом 2018 года. Это один из проектов программы «Комфортная городская среда», за который проголосовали жители. Реализуется он совместными усилиями администрации Десногорска, Смоленская АЭС, САЭС-сервис, Атомтранс и службы благоустройства. На территории парка были удалены больные деревья, высажено более 40 саженцев канадских дубов, кленов, сосен, живая изгородь и скизельника. Выложена татуарная плитка, организованы зоны отдыха с лавочками, урнами, установлены новые малые формы. В ближайшее время здесь начнет работать уличное кафе-сервис со столиками и скамейками. Вышли все с удовольствием, всем нравится это делать, тем более, что все отдыхают в этом парке, с семьями часто приходят сюда. И людям нравится это место, по крайней мере, понравилось уже в этом году, потому что оно уже, как мы видим, очень преобразилось по сравнению с прошлыми годами. Дальше работы будут продолжаться, есть еще неосвоенные территории, естественно, мы все это не осилим сегодня, поэтому будем собираться и в последующем, также волонтерским способом помогать родному городу. Мы сделали кафе, а теперь, естественно, нам нужно вокруг кафе так же красиво, так же современно сделать все для наших детей, которые здесь все собираются со всего города, здесь удобно очень собираться, здесь кафе. И теперь мы делаем так, чтобы детям было очень комфортно, очень удобно и чтобы очень детям нравилось. Традиционно в 3-е воскресенье июня Россия отмечает День медицинского работника. Поздравления принимают все, кто посвятил свою жизнь самой гуманной и благородной профессии. Врачи, медицинские сестры, санитары. По праву этот праздник считают своим и сотрудники санатория-профилактория «Лесная поляна», ведь их главная забота – укрепление и сохранение здоровья работников Смоленской АЭС, их семей, ветеранов атомной отрасли. Санаторий-профилакторий – одно из структурных подразделений Смоленской АЭС. Это современный лечебно-оздоровительный центр, оснащенный высокотехнологичным медицинским оборудованием и эффективными комплексами для лечения и профилактики различных заболеваний. Ежегодно здесь отдыхают и восстанавливают свои силы более 2000 десногорцев. Действует 8 оздоровительных программ, отличительная особенность которых – индивидуальный подход к каждому человеку. Получает заряд здоровья и бодрости отдыхающим в лесной поляне помогает высококвалифицированный медицинский персонал, владеющий современными методами оздоровления. Дружный коллектив включает 7 врачей, 24 медицинских сестры, из них 14 по физиотерапии и 6 инструкторов лечебной физкультуры. Поздравляем медицинский коллектив Санаторий-профилактория с праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов! На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями и жизнестанции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!